Приветствую! Добровольная мобилизация мужчин в возрасте до 25 лет и законопроект 11379. Разберемся с этим вопросом. А начнем мы с истории вопроса, потому что она очень интересная. История заключается в следующем. Если мужчина до военного положения приходил в ТЦК и ЭСП, и мы говорим о мужчине в возрасте от 18 лет до 25, даже до 27, то он, пройдя ВЛК, либо признавался пригодным к воинской службе, и тогда его могли призвать на срочную службу, либо же он получал, например, отсрочку в связи с тем, что он студент. Либо был второй вариант. Человек признавался непригодным к воинской службе в мирное время, ограниченно пригодным в военное время. То есть было вот два таких варианта, по сути, основных. При этом человек, который был признан пригодным, он оставался в статусе призывник, а человек, которого признавали непригодным к воинской службе, ограниченно пригодным к воинской службе в военное время, он становился военнообязанным. Его переводили на воинский учет военнообязанным. Далее, когда началось военное положение, когда была объявлена мобилизация, то мы узнали, что в соответствии с законом о мобилизации можно призвать того, кто является военнообязанным. И получилась странная ситуация. Человек, который полностью здоров и пригоден к воинской службе, и ему там, например, 23 года, его призвать мы не можем, потому что он призывник, а не военнообязанный. А человек, у которого здоровье плохое, которого признали ограниченно пригодным, он уже является военнообязанным, и поэтому мы можем его призвать. Ситуация после 18 мая 2024 года в этом плане никак не изменилась. Так и осталась норма, согласно которой военнообязанных могут призывать. И хотя эта норма изменилась в законе о мобилизации, по сути не изменилось ничего. Если ты стоишь на учете военнообязанных, то тебя можно призвать. Дискриминация? Конечно дискриминация. Конечно дискриминация. Несправедливость? Безусловно несправедливость. Но на сегодняшний день эта несправедливость до сих пор не устранена. И несмотря на то, что в принципе мы там понизили возраст, граничный возраст призыва по сути на мобилизацию. Призыва в том плане, что мы сказали, что военнообязанным человек теперь становится с 25 лет. То есть государство по сути сказала, что до 25 мы не призываем в связи с мобилизацией. Все равно вот эта норма до сих пор осталась. И вот наконец-то в Верховную Раду внесли законопроект 11.379, которым предлагают изменить закон о мобилизации. И закладывают идею следующую. Человек, который в возрасте находится до 25 лет, он может только по его согласию быть призван. То есть по сути он может только добровольно согласиться. То есть речь идет исключительно о добровольной мобилизации. Такую идею заложили в законопроект авторы этого законопроекта. Ну и кстати там получается на первом месте идет Алексей Гончаренко. Среди авторов. Хотя авторов там больше. Какая история законопроекта? Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 24 июля. И на сегодняшний день, а сегодня у нас какое? 27. Уже есть два заключения по этому законопроекту. Первое заключение это заключение главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Оно в каком-то смысле негативно. То есть там есть технические, скажем так, замечания к закону. Но принципиально саму идею главное научно-экспертное управление предлагает сохранить и реализовать. То есть в принципе, несмотря на замечания с технической точки зрения, они этот законопроект поддержали. И есть, соответственно, позиция Министерства молодежи, которая также поддержала этот законопроект. С учетом того, что это произошло вообще вот прям очень быстро, прям невероятно быстро, есть большая у нас надежда, что этот законопроект также быстро будет рассмотрен Верховной Радой, принят и наконец-то, наконец-то будет устранена вот эта несправедливость, когда человек здоровый, он не призывается, а человек, который больной, его призывают. И наконец-то мы придем, решим эту несправедливость не тем образом, что кому-то сделаем хуже, а мы наоборот поднимем этих и сделаем лучше им и выйдем на вот этот уровень. 25 лет, чтобы до 25 лет вообще ТЦК и ЕСП не могли ставить вопрос о призыве человека на воинскую службу. То есть, чтобы было таким образом, вот человек сам решил добровольно призваться в связи с мобилизацией. Все, он приходит, он пишет заявление, ну и скорее всего в этой ситуации будет вопрос, наверное, не о призыве, а о контрактной службе, и вот тогда он идет. Чтобы не было такого, что ТЦК и ЕСП выдает человеку повестку, там приходит человек на ВЛК, и для него снова, понятно, будут проходить ВЛК, мы же знаем, что вот этот статус обмеженно-предатный отменен, он теперь по-другому называется. Проводят ВЛК для этого человека, признают его, допустим, пригодным к службе в армии полностью, либо пригодным вот в тех частях обеспечения, ТЦК, в частях логистики и так далее. И, соответственно, дают ему боевую повестку и призывают таким образом. Хотя человеку там, например, 23 года еще, 24 года. А его ровесник, который пригоден полностью, был, его не призывают. Вот чтобы вот этого не было, законопроект, надеюсь, Верховная Рада поддержит. И очень хотелось бы, чтобы его поддержали, потому что это очень правильный законопроект, и очень правильная идея туда заложена. А здесь хочу сделать небольшое объявление. Вы наверняка знаете таких людей, как Дима Полтава и Антон Болтик. Эти люди попали в базу сайта Миротворец, как люди, которые якобы, якобы препятствуют мобилизации в Украине и противодействие оказывают законной деятельности ЗСУ. На мой взгляд, эти объявления вообще ничем не обоснованы, и я очень хочу верить в то, что эти люди попали на этот сайт, ну вот просто вследствие ошибки, что там никто никакого злого умысла не держал, так сказать, да, что это вот вследствие ошибки тех экспертов, которые оценивали их видео. Подробнее об этом я рассказываю в отдельном видео, что такое сайт Миротворец, как туда попадают люди, какое значение для судьбы людей, которые попали в эту базу. Вот подробно эти вопросы освещаю и рекомендую посмотреть это видео. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.